Всем привет ребят! У Федора уроки классные! А еще он делает сайты и видеопрезентации на заказ. Недорого, качественно и в срок. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите, заказывайте! Всем привет! Меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами работать, настраивать наш каталог DJ Katalog 2. В этом уроке хочется научить вас и более детально поговорить о всевозможных настройках на странице товара и на странице списка товаров. Я нашел где управлять вот этими плюс-минус, то есть их все-таки отдельно отключить можно, оставив при этом кнопку купить. Эти настройки вынесены в другие настройки. Посмотрим где. И тут вообще много нюансов, о которых хочется рассказать. Не знаю, в этот урок получится вложить или нет. Урок, наверное, будет достаточно длинный. Много чего хочется рассказать. И начнем с атрибутов. Атрибуты товара. Что это такое? Давайте взглянем сейчас на известный магазин CityLink, чтобы наглядно вам показать. Вот есть аппарат, да? Развернутый товар. Если мы с вами прокрутим ниже, помимо описания товара, вот это вот по сути и есть атрибуты. То есть это какие-то данные, да? Вот эти вот названия, они у нас не меняются для товара, да? Но для него, для этих товаров могут меняться значения. Разрешение экрана, там, кроп-фактор, ну и вот эти другие параметры, да? В зависимости от аппарата. Соответственно, нам нужно внести на сайт вот эти вот атрибуты, чтобы потом мы могли при создании товара просто добавлять параметры. Вот эти параметры, да? Вот эти вот. Вот эти вот параметры. Для той или иной модели. И, соответственно, их тут достаточно много. Здесь, конечно, придется вам, если у вас вот такие вот серьезные техники, да? Здесь придется, видите, сколько атрибутов создать. Вот их сколько. Чтобы это все на сайте указать. Такой огромный список. Вот давайте познакомимся с атрибутами, где это вообще создается. В админке нашего сайта давайте перейдем в DJ каталог. И вот есть группа полей и экстра поля. Сначала мы с вами создаем группу полей. Вначале, возможно, вам будет непонятно, что сейчас мы создаем. Но это как бы категория. Например, нам нужно задать атрибуты для аппарата Canon. Так как на сайте, скорее всего, у вас будут разные фирмы. Там Canon, Sony, Nikon и так далее. Соответственно, для каждого аппарата свои атрибуты. И, соответственно, если у нас будет только одна категория, и все параметры будут напиханы в одну категорию, у нас будет огромный список. И нам будем путаться. Если все атрибуты будут находиться в одной, так сказать, категории. Поэтому здесь есть возможность создавать неограниченное количество категорий для разных атрибутов. Название я пишу Canon. Для Canon будем пока создавать. Можно прописать название на странице сайта. Так, ну давайте посмотрим. Я уже сейчас не помню. Можно оставить пустым. Посмотрим просто, где отображается. Вот так вот сделаем. Это у нас есть. Переходим опять в панель управления. Переходим теперь к экстра поля. Нажимаем новое экстра поле. Сразу вот здесь группа полей. Выбираем только что созданную Canon. И, например, то есть смотрите, матрица. Я не знаю просто, какие бывают матрицы на Canon. Но нам нужно научиться сейчас пользоваться, поэтому я прямо отсюда беру. То есть матрица. Создадим несколько вариантов, чтобы было вам наглядно понятно. Соответственно, поле отмечены звездочкой обязательно для заполнения. Вот название идет матрица. Изображение матрицы. То есть смотрите, можно, наверное, всякие иконочки подставлять. Я сейчас просто для теста, вот возьму Canon, просто посмотрим, где это будет выглядеть. Если что, потом мы будем это, ну, удалим это изображение. Вон, видите, выберите изображение, которое будет отображаться возле атрибута. Вместо текстовой метки. Давайте посмотрим заодно, как с картинкой, а потом с текстовой меткой. Алиас не прописываем, ID не трогаем. Дальше тип. Важный момент. Мы создадим несколько типов, несколько атрибутов, и у вас уже будет представление, какой вариант подходит для того или иного атрибута. То есть смотрите, если это текст. Давайте пока для начала, чтобы не запутаться, возьмем текст. Обязательно, да, нет, пока оставим нет. Видимый в. И здесь есть выбор. Нигде. Макет товаров. Макет списка. Макет товара из списка. Опять же, смотрите, когда мы в самом начале, нам непонятно, возможно, где это. Мы потом сможем потом войти в настройки этого атрибута и изменить тот или иной параметр. Поэтому давайте возьмем макет товара из списка, чтобы просто посмотреть, где это будет выглядеть. В некоторых случаях, видите, мы не можем ничего выбрать. То есть некоторые поля зависимы от других выборов, от другого выбора. То, что мы выберем в полях. Поэтому пока мы пропускаем вариант корзины. Отдельный столбец. Ну, описание читаем. Если пока непонятно, оставляем отдельный столбец нет. Мы потом поиграемся с настройками, чтобы понимать, какие настройки за что отвечают. Спадающий список, радиокнопки и чекбоксы могут быть использованы в фильтрах. Удостоверьте, что вы выбрали только те поля, которые будут идентифицироваться поиском. Ну, чтобы отображался в фильтре, то есть, сейчас я назад нажму. То есть есть возможность отображать вот в нашем поиске фильтра. То есть, чтобы могли мы проводить поиск вот по этому атрибуту. Я думаю, что, наверное, в фильтрах поставим нет. Также тип фильтра, видите, мы не можем ничего выбрать, также зависит от выбора других полей. То есть, оно будет активно, когда мы выберем другие вариации. Мы также рассмотрим их. Ну, также использовать в поиске пока оставим нет. Дальше сортировка. Разрешить ли сортировать по этой области? Ну, не надо сортировать, я думаю. Также для сравнения. Ну, мы еще с вами не разобрались с опцией, что такое сравнение, да. Отображать этот атрибут на странице сравнения товара. В каких-то случаях, наверное, пригодится, пока оставим нет. И опубликовано, опубликовано. Итак, сейчас, возможно, нам это даже не пригодится вариант, да, но мы должны сохранить и посмотреть. Я помню, что при сохранении атрибута некоторые опции редактировать потом невозможно. То есть, в таких случаях, если нам этот атрибут будет не нужен, мы его удаляем, создаем новый. То есть, некоторые поля не редактируются. То есть, вот, как я и говорил, тип. Видите, мы не можем выбрать. Мы выбрали текст, и тип мы не берем. То есть, ключевой параметр атрибута мы не можем взять. Точнее, это даже здесь называется не атрибут, а поле. Ну, и что мы делаем дальше? Вот мы создали, да. Что с этим делать? Вот у нас есть матрица в списке, да, группа полей Canon. Тип, текст. Что с этим делать? Как его применить? То есть, что дальше? Давайте посмотрим в товары. Я перейду в товары, зайду в товар и перейдем в атрибуты товара. Здесь группа полей. Просто кликаю мышкой в поле, и у меня выскакивает тот атрибут, точнее группа, да, которую мы создали только что. То есть, если у нас не было ничего создано, здесь бы ничего не появилось. Выбираю Canon, и видите, к этой группе мы привязали только матрицу. Вот то, что мы только что создали. И, соответственно, вот оно, текстовое поле. То есть, как происходит дальше у нас ситуация? Надо прописать, то есть, матрица. То есть, возможно, не подходит здесь вот, ну, неудобно будет нам с вами, да, прописывать каждый раз, если от руки писать или копировать. То есть, в данном случае, вот так надо нам сделать, без пробелов. И каждый раз при создании нового товара вот это что-то прописывать здесь. Ну, то есть, где-то текстовое поле может пригодиться, где-то нет. Поэтому мы с вами сейчас этот атрибут удалим и поиграемся, попробуем выставить другой атрибут. Но для начала нам нужно посмотреть, как это выглядит в самом товаре на фронтальной части сайта. Нажимаем сохранить, перейдем на сайт, перейдем в наш товар. И вот ситуация, да, вот логотип Canon, который вместо текстовый, и показано здесь вот то, что мы написали. И вот они списком будут, да, давайте посмотрим на демо. Вот примерно, как выглядят атрибуты на нашем сайте, да. Вот такая вот вещь. То есть, нам нужно сейчас подумать, как сделать заголовки. То есть, я имею в виду, у нас вот это все разделено по заголовкам. То есть, нам, по идее, надо создать датчик изображения и создать вот к этому заголовку, да, чтобы все было разбито красиво вот так вот. К датчику заголовка вот такие вот атрибуты. Дальше идет объектив. И к нему вот эти вот параметры идут. Давайте сначала немножко поиграемся. Вот уберем, например, логотип, да. Посмотрим, как с текстовой меткой это выглядит. Перейду. Так, давайте войду в каталог. Экстра поля. Изображение удалим. Сохранить. На сайте сразу посмотрим. А вот оно, да, матрица. То есть, в принципе, похоже. Вот это название, матрица. И к нему какая матрица, вот она подписана. И теперь, как добиться, как я только что говорил, отображения, например, главного заголовка, да, перед вот этими полями датчика изображения. Я прямо отсюда копирую с сайта названия. Смотрите, в настройках у нас было отключено это. То есть, мы переходим в настройки DJ каталог. Мы с вами переходим в страницу товара. И на настройках первой категории настроек. Здесь есть атрибуты группы. У меня стояло в положении нет. Сайт включаем в положение да, сохраняемся, идем на сайт и видим тот заголовок Canon вот этой группы, да. То есть, по идее, нам здесь надо прописать наш заголовок. Как раз-таки, видите, он жирный, большой, и ниже него будут идти как раз-таки вот эти вот параметры все. То есть, у нас все это здесь есть, все это подходит. Давайте попробуем зайти в группу полей. Вот он, Canon. Соответственно, мы неправильно его назвали, чтобы нам самим не путаться. Это, по идее, идет датчик изображения. И, соответственно, здесь датчик изображения. Соответственно, это название просто нам в админке, а это на сайте будет отображаться. И мы, когда выбирать будем атрибуты для аппарата, те или иные, мы будем уже знать, что для датчика изображения есть ряд атрибут, которые мы можем выбрать. И потом будет, то есть, сначала вот это все заполнение атрибутами у вас может занять много времени, но когда вы все заполните, внесете, потом при создании товара вам будет очень удобно быстро назначить те или иные атрибуты. Нажимаем сохранить, закрыть, проверим на сайте, обновимся. Вот, теперь у нас все верно. Датчик изображения и матрица. То есть, у вас уже понятие начинает как бы формироваться, да, как это должно работать. Осталось только назначить правильное, наверное, выбор. Не текстовое поле, а что-то другое. Давай сейчас поиграемся. Переходим в DJ каталог, перехожу в экстра поля, захожу в нашу матрицу. Мы тип не можем сейчас поменять, поэтому это тестовое экстра поле, да, мы его удалим. Но здесь давайте посмотрим еще какие-нибудь варианты настроек. Итак, в данном атрибуте, пока что, чтобы не запутаться вам, я лишь покажу, например, если мы выставим параметр использовать вот здесь вот сортируемый. Если поставим да, хочу просто вам показать. Вот, обновляю страницу, да. Помните, мы вот настраивали сортировка. Соответственно, здесь вот появляется, видите, матрица. По клику, да, как-то будет искать он по матрице. Не знаю, если кому-то интересно. Ну, я выставлю нет. Будем двигаться потихоньку. Важные какие-то моменты я буду затрагивать. Сейчас, в данный момент, допустим, мы с вами тестировали, нам не подходит это поле, да. Редактировать, так уж здесь устроено, да, видите, неактивно. И вот это неактивно. Мы не можем. Поэтому, если это нам поле больше не устраивает, мы ставим галочку, нажимаем удалить. И удаление элемента. Мы просто создаем новые. Итак, я выбираю матрица. Группа полей, датчик изображения. Теперь уже нам проще понимать это. И тип. Ну, опять же, я постараюсь, наверное, большинство типов здесь затронуть в уроках. Но здесь сразу мне напрашивается либо спадающий список, то есть выбор, да, если матрицы разные могут быть, либо радиокнопка, то есть матрица какая-то, может быть, выбрана только одна для аппарата. А чекбокс — это выбор несколько. То есть давайте, наверное, поставим либо радиокнопка, это точка, выбор точкой, либо спадающий список. То есть здесь как удобно вам выбирать уже, абсолютно как удобно. То есть если радиокнопка я выбираю, то сразу вот здесь появляется ведь дополнительное поле. Мы нажимаем здесь на кнопку «Добавить», название, выбираем, и здесь есть такие кнопочки. Смотрите, если вы уже знаете заведомо, какая матрица бывает еще в ваших товарах для аппаратов Canon, то вы нажимаете «Добавить неограниченное количество полей». И просто вот эти поля сразу заполняете, какие матрицы, названия есть. Ну, я оставлю одну, не знаю, какие еще матрицы тут бывают. Если поля не нужны, можно по минусу вот так обратно их удалить. Вот эти стрелки — это просто перемещение, да, например, местами. Соответственно, у меня выбор только один. Остальные пока оставим все как есть, поля по умолчанию. Нажмем «Сохрани-закрыть». Давайте пройдем в товар, чтобы наглядно вы видели. То есть вот представьте, мы наполняем, например, магазин, да, то есть у нас есть новый товар. Вот мы все заполняем, потом переходим к атрибуты товара. То есть, например, кликаем «Датчик изображения», и вот матрица, да. И представьте, если мы добавим несколько вариантов, то мы просто точкой выбираем, какая матрица подходит к данному аппарату, да. И получается все то же самое. Если сохранимся, пойдем на сайт. То есть здесь мы видим то же самое. То есть здесь это никак не меняется. Зайдем в настройки опять нашего поля. Видим, что тип недоступен. И группа полей. И видим, что у нас активно тип фильтров. Видите? И здесь в подсказке написано, как нужно представлять фильтр в модуле фильтра. То есть смотрите, у нас есть еще модуль, который шел в комплекте компонента DJ Katalog 2. Мы его еще с вами не смотрели. Он отключен. Мы его будем смотреть. То есть, например, нам нужно будет расширить вот этот фильтр. Тогда подключается модуль. И вот уже в модуле разные неограниченные фильтры можно добавить, чтобы это был еще поиск по фильтру. А не только, так сказать, атрибут в самом товаре. То есть как мы вот здесь выбираем фильтр, да, по модели аппарата. Также можно еще и выбирать, например, по матрице. Или по любому другому абсолютно гибко можно настроить. И, соответственно, здесь можно выбрать, да, как это будет отображаться. Спадающий список, чепбокс и так далее. Пока мы это не рассматриваем, да, когда дойдем до модуля, до настройки этого модуля. Пока мы сейчас просто вникаем вот в эти вот экстра поля. Итак, давайте для датчика движения заполним вот эти вот поля для закрепления информации. То есть смотрите, следующее. Кроп-фактор, да. Кроп может быть разный. Там 1.6. Я не очень хорошо разбираюсь, какие есть еще варианты. Но мы можем отбалдын писать цифры, чтобы просто понимать, да, как это у нас будет на сайте работать. То есть мы просто создаем еще одно экстра поле. Название. Кроп-фактор. Группа полей. Датчик, да. Тип. Также выбор какой-то один. Поэтому, наверное, радиокнопка. Также можно выбрать. Сразу здесь. 1.6. Я не знаю, какие могут быть еще. Давайте я напишу еще там 2.0. Остальное все оставляем по умолчанию. Сохранить, закрыть. Создаем следующий. Будет количество мегапикселей. Группа полей. Датчик изображения. Тип. Давайте для разнообразия возьмем спадающий список. Также появляется здесь вариант. Остальное все не трогаем. Нажимаю добавить. Здесь пишу название. Так, здесь вот пробелы надо убрать. Ну и также можете добавить там еще варианты, да. Сохранить, закрыть. Так, надо зайти в crop factor. Посмотреть, здесь пробелов нет. А то я копирую с сайта, чтобы никаких пробелов не было. Давайте еще один создам. Размер матрицы. Датчик изображения. Группа полей. Датчик изображения. Тип. Ну давайте попробуем checkbox. Здесь тоже. То есть checkbox это когда можно выбрать сразу несколько вариантов. Использовать прям несколько. Радиокнопка только один вариант. Checkbox несколько. То есть это галочка. Нажимаю добавить. Соответственно здесь. Я проставляю по одному варианту. Конечно здесь вы выставляете сколько там может быть. Размер матрицы какие еще бывают, да. Там проставляете. Нажимаете просто добавить и все. И ставите. Нажимаю сохранить, закрыть. Ну думаю наверное этих полей будет достаточно для понимания, да. Давайте вернемся так в товар. И одному товару набросим вот эти вот атрибуты, да. То есть вот смотрите. Как только здесь выбран атрибут. Если группа полей будет там еще одни группы. То вы здесь просто добавляете еще одну группу полей. Как только вы добавили еще одну группу полей в этой области. Тут же ниже будут показаны те экстра поля, которые вы добавили в данную группу полей. Я надеюсь это понятно. Соответственно матрица у нас такая. Кропфактор тоже. Видите? Точка. Выбирается что-то только одно. То есть 1.6 или 2.0. Дальше. Количество мегапикселей. Вот спадающий список. Соответственно он будет больше, если здесь вы больше пропишите. И размер матрицы. Вот она галочка, да. И тут может быть тоже несколько таких чип-боксов, если вы пропишите разные варианты размера матрицы. Сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. Точнее зайдем в наш товар. Вот в принципе у нас так же все выглядит. Разделяется такой линией. То есть смотрите, смотрится очень круто уже, да. То есть. Вот это вот местоположение здесь. Когда подключим карту Google Maps. Здесь будет карта, если это нужно. Если нет, потом вот это слово попробуем убрать. Если мы не используем карту. Вот смотрите, я не знаю, есть смысл дальше объяснять по экстраполям. Да, есть смысл. Именно как отображаются они там в фильтрах или еще где. Но именно вот на этом этапе. Потому что мы с вами модуль, добавим дополнительный модуль фильтров. И там я еще раз затрону экстраполя по настройкам. То есть хочу вам показать именно вот эти поля. Чтобы они еще у вас были добавлены именно в фильтр поиска. Да, потом когда мы дойдем до корзины. Там тоже посмотрим, какие поля нам могут пригодиться. Чтобы этот отображался на странице корзины. Я думаю, вот именно по добавлению этих вот полей для каждого товара. Я думаю, вот эта информация понятна вам уже. Как это делается. Вы можете не бояться создавать поля. И пробовать другие варианты, да. Которые, например, я еще не огласил. То есть, например, зайдем в экстраполя. Создать. Здесь есть типы разные. То есть, я по ходу курса этого обучающего обязательно буду затратить еще какие-то в других уроках. Еще какие-то вот эти вот типы. Но если вы захотите, да. Вы можете потестировать разные поля. Просто посоздавать. Если потом они вам не нравятся. Вы знаете, как их отсюда удалить, да. Просто ставим галочку и удалим ненужное поле. Вот и все. И еще один нюанс, который небольшой, но, возможно, вам составит трудность. Я вначале реально думал, что такой опции нет. Я делал сайт на заказ. И когда мы создали очень кучу атрибутов, была важность порядка атрибутов. То есть, местоположение. Например, матрица не должна быть первой в списке. Она должна быть, например, последней. И была дилемма, что не было понятно, думал порядок, а создается по мере создания атрибутов, да. Экстра полей. А на самом деле, чтобы вы знали, есть такое. Вот здесь вот нужно нажать на кнопку порядок. Прям нажать. Как только мы нажимаем вот сюда. Вот казалось бы, да, вроде просто, но на самом деле вначале было абсолютно непонятно. Порядок был важен для клиента. Именно порядок, как я только что объяснил. И, возможно, это будет важно для вас. Вы создадите вначале, пока тестируете, а потом вам нужно будет просто порядок поменять, да. И чтобы вам не удалять поля и заново в нужном порядке их не создавать, и здесь есть сортировка, да. То есть, вот эта стрелочка, просто по ней кликаем, матрица уже ниже. Кликаем еще раз по ней. Матрица выше. Давайте кликнем по ней, чтобы матрица была вторым. То есть, сейчас матрица первым. Обновляемся. Матрица вторая. То есть, все просто и все тут есть. Все работает. Я поменяю матрицу наверх. Так, я думаю, что более-менее сейчас информация вам понятна по наполнению экстра полей или по другому атрибуты, да. Мы еще к ним вернемся, как я уже говорил, в других уроках по мере поступления важности. Сейчас давайте немножко отличаемся от самих полей. Пока вы можете в свободное время. Я уверен, что у вас будет очень много полей для ваших товаров. Я вам желаю удачи. Плодотворной работы по наполнению. Вы все знаете, у вас проблем не будет. Просто заполните ваш каталог всеми полями, экстра полями, да, которые вам требуются для вашего каталога магазина. Давайте сейчас далее пройдемся по странице товара. И, то есть, прям вот подряд сверху вниз и настроим то, что здесь не хватает или то, что здесь может быть как-то не так. Начнем сверху. Обязательно нужно вывести хлебные крошки. То есть, хлебные крошки это путь. Наверху такая строчка. Путь до товара, где мы находимся. То есть, хлебные крошки полезны для SEO-оптимизации сайта, для индексации и полезны для пользователя. Когда пользователь попадет с поисковой системы Яндекс именно на страницу вот раскрытого товара, ему будет удобно по этим ссылкам из хлебных крошек перейти, например, на общую категорию данных товаров, чтобы ознакомиться с другими вашими продуктами. Поэтому хлебные крошки, они есть на сайте, на джумла, но они у нас в ненужной позиции. Поэтому они здесь наверху не отображаются. Это несложно. Мы переходим с вами в модули. Отсортируем с вами по опубликованным модулем. И, видите, Брэд Крамс. Это хлебные крошки. Они у нас, то есть, это модуль джумла, самой джумла. И он по умолчанию включен, и он в позиции 2. У нашего шаблона позиция есть Брэд Крамс. То есть, мы заходим внутрь, находим наш шаблон GM Appartments. Очень легко. Вот он, Брэд Крамс. Выбираем. Привязка на всех страницах. Но только на указанных, потому что на главные он не нужен. То есть, выбираем только на указанных страницах. С главной снимаем галочку на всех остальных. Только смотрите, здесь есть момент. Не забудьте об этом. Если вы создали еще не все страницы, то после сохранения этого модуля, вы создадите новую какую-то страницу, то Брэд Крамс, хлебные крошки, не появится на новой странице. Вам придется зайти еще раз сюда. Здесь она появится, страница внизу. Вот так вот с пустым чекбоксом. Вы просто поставите галочку напротив новой страницы, и данный модуль хлебных крошек будет отображаться на новой странице. Дальше модуль здесь. Ну, давайте сначала сохранимся. Да, кстати, заголовок скрыть, иначе будет вот это вылазить в заголовки. Еще раз сохранимся. И прямо на странице товара обновляемся. Вот он путь наверху. Возможно, он как-то некрасиво будет смотреться, но надо просто привыкнуть. Он полезен. И вот они, видите, ссылки, как я говорил. То есть, некликабельная ссылка – это конечный путь, где мы находимся сейчас. То есть, это в раскрытом товаре. Здесь по клику, по категории, переходим в общую категорию товаров, что удобно. Здесь тоже хлебные крошки, да. И перейти на главную отсюда. То есть, тоже удобно. Соответственно, смотрите на главную. Нету хлебных крошек. Они здесь, в принципе, не нужны. Ну и вот эта надпись «Вы здесь». Если она вам не нравится, ее, в принципе, можно убрать. Она на усмотрение ваше. Показайте надпись «Вы здесь». Если не надо, отключаем. Обновляемся. Все, «Вы здесь» уходит. На ваше усмотрение. Давайте движемся дальше с вами. Вы, возможно, обратили внимание, что у меня здесь есть кнопка «Купить», а плюс-минус я здесь для этого товара отключу. Мы сейчас этого коснемся. Смотрите, если мы посмотрим другой товар, то здесь есть плюс-минус. Видите, это можно настроить для каждого товара. Мы до этого сейчас дойдем. А смотрите, что здесь дальше. Здесь цена, да, доллары. Давайте исправим на рубли. То есть, знак доллара надо убрать нам отсюда. Переходим в DJ каталог и настройки. На вкладке «Главные настройки» прокручиваем ниже. Находим блок «Настроить валюты цены». И смотрим. Цена только для зарегистрированных. Ну, то есть, отображение цены, да, можно сделать. То есть, для зарегистрированных пользователей. По поводу регистрации пользователей. И вы на странице, там, кабинета, да, пользователя. Мы поговорим в следующих уроках. Соответственно, валюта. Ставим. Я не знаю, можно так оставить руб или по-английски руб. Сейчас посмотрим. Оставим так руб. Ну и здесь настроечки, да, на ваше усмотрение. Разделитель тысяч. Ничего. Пробел. Запятая. Точка и так далее. Десятичный разделитель. Точка. Запятая. То есть, тут уже просто на ваше усмотрение, как вам лучше нравится. Знаков после запятой. Сторона право-лево. То есть, показывать цену справа или слева. Цена с налогом. Поставлю без налога. Отображаемая цена с налогом. Без налога. Показывать налог нет. И тип клиента по умолчанию. То есть, вот из описания понятно, что, да, есть еще какой-то некий тип. Честно говоря, сам не знаком еще с этой опцией. Будем разбираться. Давайте посмотрим. Сохранимся рубли. Так. Вот у нас подставляется руб. В принципе, то, что нам и нужно. Соответственно, не переживайте. Это назначается абсолютно для всех товаров. Здесь в списке видите тоже руб. Под каждым товаром, если перейдем на плитку. Соответственно, везде, везде у нас руб. Подставляется. Теперь давайте поговорим про вот этот плюс-минус, который здесь есть. И как его убрать. Переходим с вами в DJ каталог. Здесь вот слева есть такой список. И переходим с вами вот здесь внизу. Единицы. По умолчанию они у нас уже есть. Это, видите, килограмм. Там миллиметр. И что угодно. То есть здесь по умолчанию есть такие поля. Их удалить можно, если они не нужны. Или их можно просто не выбирать. То есть эти, как бы вот, моменты, да, это пускай будет как пример. Видите, здесь можно прописать название. То есть, например, это как раз таки есть вот это плюс-минус. Вот видите, вот показать кнопки плюс-минус. И это может быть, например, выбрать... Если у вас товар штучный, например, штука. Буква Ш. Вот символ единиц. Видите, штука. ШТ написано. И, соответственно, название, да. Здесь можно написать... Например, давайте напишем просто демо. Здесь напишем ШТ. То есть выбрать штуку. Так, наверное, с маленькой буквы. По умолчанию. То есть будет сразу проставляться для товара, чтобы вам не заморачиваться. Если галочка... Если ставить кнопку Да. Отображать поле ввода количество. Пожалуйста, учтите, что когда эти поля отключены, то добавление товара в корзину происходит с минимально возможными значениями количества. Ну, пока оставим Да. Показывать единицы, да. Давайте показывать сделаем, чтобы посмотреть где. Показывать кнопки плюс-минус, да. Пока оставим. Целое значение Да. Нет. Минимальное значение 1. Максимальное значение. Максимальное возможное значение. Введите 0, если вы не хотите указывать максимальное значение. То есть, смотрите. Например, человек может выбрать 10 аппаратов таких. Купить сразу 10 штук заказать. Вот. Если у вас есть это ограничение, выставите здесь ограничение. Если нет ограничений, то человек может хоть миллион штук копии одного товара заказать, значит оставляем 0. Ну и шаг. Здесь вот из описания, в принципе, оставляем 1. И давайте посмотрим, как это работает для товаров. То есть демо, штука. Переходим в товары. Переходим в наш товар. Переходим на вкладку коммерция. И вот те самые единицы, которые мы с вами пропустили в начальных уроках, когда создавали первые товары. То есть, соответственно, здесь списки те, которые были по умолчанию. И вот наша демо, штука. И давайте посмотрим в самом товаре. Сохранимся. Перейдем в товар. Вот. Да, здесь по дизайну у нас вот это выскакивает. Я сейчас вам покажу, как эту подложку расширить. Белую вот эту, да. Если нам нужно оставлять это. И вот оно плюс. То есть 2 штуки. Видите? ШТ. Все просто. 2 штуки. И, соответственно, отображение этих кнопок мы с вами уже разбирали в прошлом уроке, да. Что мы здесь это вообще отключили. Именно в списке. И здесь тоже их нету. То есть вы должны помнить, если смотрели мои предыдущие уроки, как я включал вот эти вот плюс-минус. И кнопку купить. То есть замечательно, что эти плюс-минус можно отдельно отключить, а кнопку купить оставить. Потому что вначале кажется, что они привязаны и нету гибкости здесь по настройке, да. То есть отключается либо все вместе, либо все оставляется здесь. Но нет. Здесь эти настройки есть. Давайте вернемся с вами в DJ каталог и перейдем к единице. Еще раз посмотрим на наше демо. Вот эта штука, да. Соответственно, демо, вы видите, это нигде не фигурирует. Вот это слово демо, это для нас, для администраторов. Можете назвать как угодно здесь. И вот здесь интересный момент. Смотрите. Давайте посмотрим. Отображать ввод. Видите, если мы отключаем, то убираются два поля. Показать единицы, показать плюс-минус. Давайте сохранимся. И посмотрим здесь. То есть просто исчезает, да. Нельзя выбрать ни количество, только один единичный товар купить. Или его положить в корзину, там несколько раз купить. Поэтому этот плюс-минус, это, конечно, важная вещь. Наверное, надо будет оставлять. Вот показать единицы отдельно можно отключить. Давайте обновимся. То есть, видите, нету здесь буковки «Ш». Только плюс и минус. То есть количество товаров, сколько сразу в корзину добавить. Без буковки «Ш». На ваше усмотрение. Оставлять такой параметр или нет. Соответственно, показать... Есть показать единицу, а кнопку плюс-минус отключить. Интересно, как это будет выглядеть. Обновимся. То есть, может быть, кому-то будет даже лучше. Мне так даже больше нравится, потому что это не занимает много места. Не придется двигать вот эту подложку. То есть, руками прописываем 6 штук. Если нам это нужно, да? Купить 6 штук. То есть, кому-то, может быть, так даже больше понравится. Соответственно, вы должны понимать, что это у нас для всех товаров работает. Не только для одного товара. Общие настройки. Соответственно, я давайте все верну, чтобы вам показать, если при вот таком раскладе, когда вы хотите сохранить плюсик и минус, потому что это удобней, да? То есть, для ленивых. Чтобы рукой не прописывать. Но при этом у нас дизайн здесь страдает. Причем это, ну, сильный косяк, когда вот так вот блок отходит. Я думаю, это связано с тем, что русские буквы, когда переведен компонент на русский, не рассчитывает дизайн. То есть, на английском, возможно, выглядит хорошо. Или второй момент, что шаблон давно не обновлялся. И под новые вот эти плюс-минус не заточен. То есть, нужно ждать обновления шаблона. Ну, или можем быстренько это подправить дело. По этому белому блоку кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем просмотреть код элемента. Обратите внимание, чтобы вот здесь у вас была нажата кнопка, чтобы не мобильная версия показывалась, да, а компьютерная. Нажимаем вот на эту стрелочку. Смотрите, просто наводим вот так вот мышку на этот белый блок, чтобы он весь подсветился. Кликаем по нему. Здесь вот сразу показаны, именно вот здесь, да, настройки для данного блока. То есть, смотрите, я сразу уже знаю, видите, вот здесь вот написано Max, ширина и 295 пикселей. Если я галку снимаю, вы видите, он здесь сразу поправляется сбоку. Мы галочку ставим и давайте протестируем прямо здесь в браузере. То есть, эти настройки, они не применятся на сайт. Это только просмотреть. Потом мы скопируем код, вот этот, да, отвечающий за этот блок и поменяем вот это значение ширины. То есть, 295, я делаю 300. Видно, что мало. Надо, чтобы белая подложка заходила за кнопку. Делаем 350 и получается, видите, ровненько, как сбоку от кнопки минус, там такой небольшой отступ, зазор, так и где кнопка купить, там тоже немножко зазор на белой области. То есть, так бы можно было бы оставить. Но нам нужно смотреть на мобильной версии сразу, чтобы это нормально было. Так, сейчас пока давайте применим этот код, потом на мобилке проверим. То есть, здесь у нас заходит, а здесь нет. Возможно, там другая строчка кода. Что мы делаем? Мы вот так вот мышкой прям копируем, только мышку не убираем, потому что слетит выделение. Мне просто вот удобнее, чтобы, ну как для ленивых, да. Вот так вот выделил мышку и мышку не отпускаю. И нажимаю на клавиатуре Ctrl-C, чтобы скопировать, да. Открываем блокнот. И, смотрите, вот это все нам нужно. Абсолютно так. Кроме вот этих параметров мы не меняем, поэтому я все удаляю вот так вот. Кроме, ну вот этой верхней строчки, да, и закрывающейся скобки. И вот здесь вот наш параметр мы оставляем. 350. Чтобы у нас все это работало действительно на сайте, нам нужно весь этот код прописать. Вы уже знаете куда, если вы смотрели мои предыдущие уроки. Переходим с вами в шаблон. Переходим в наш шаблон. Переходим с вами в шрифты, другие настройки, да. Оттягиваем вот это окно, чтобы нам здесь все было видно. Проставляем, сохранить. Идем на сайт, закрываем редактор. Обновляем сайт. Сайт обновился. Итак, ребят, в некоторых случаях бывает код не срабатывает. То есть вот эта конструкция, вы помните, я сделал. Вам вот здесь вот внимательно смотрите, как я сделал. После 400 пикселей, да, вот так восклицательный знак, important и точка запятой. Вот это слово я дописал. Этот параметр говорит о том, что слушаться нужно системе именно вот этих настроек, которые я сделал. И сохраняемся. Как только вот это мы внесли, обновляем страницу. Видим на компьютерной версии, видите, как смотрится симпатично. И на мобилочке просто идеально. Смотрите, все вот в этой белой, в белом блоке. Также ориентацию телефона поменяем. То есть никаких косяков, в принципе, быть не должно. Потому что подложка, она просто шире. И все. Соответственно, видите, как все аккуратненько. Мне самому даже нравится. И даже хочется этот плюс-минус оставить. Потому что подложечка теперь здесь нормально выглядит. Движемся дальше. Если мы с вами посмотрим на демо-пример, то после экстра полей у нас с вами есть, как у интернет-магазинов, вот такие вкладки. То есть это описание, возможно, видео, вставить, да, еще код-текст. То есть если мы просто это вставим на сайт, то будет это выглядеть вот, видите, вот я в описании вставил. 1, 1, 2, 2. И вот эти вот разрывы стоят, линии. На самом деле тоже путаница, но на самом деле здесь есть плагин. Идущий в комплекте состава компонента каталога DJ Katalog 2. Сейчас им займемся. Но для начала мы, конечно же, будем вставлять видео. В наше время видеообзор занимает уже первое место для продукции, для любой, да. То есть обзор техники. Но сразу, чтобы у вас не было проблем, мы сразу с вами настроим наш редактор. Чтобы он нас не резал код. То есть Joomla очень серьезно относится к безопасности. И в начале по умолчанию настройки идут таковы, что мы не можем вставлять сторонний код. То есть, например, код плеера YouTube ролика. Просто так. Система просто обрежет его, потому что в самом коде ролика есть код iFrame, да, который он считает небезопасным. И режет его. И тем самым мешая нам, администраторам, наполнять наши товары видеоконтентом. Поэтому мы переходим с вами в плагины. Давайте сделаем, отсортируем по включенным. Перейдем. Если мы с вами используем стандартный редактор. Вот он. Тени МСА. Редактор, да. То есть, это редактор статей. Заходим внутрь. Здесь мы с вами переходим. Набор 0. Вот здесь видите вкладочка. То есть, это для, вот здесь написано, администраторов, суперюзеров, редакторов. И уберем с вами ограничения. Вот здесь вот есть запрещенные теги. И вот видите, вот этот iFrame, он входит в состав. И другие теги. И здесь вот в подсказке нам написано, хотите убрать запрещенные теги, пропишите в это поле, например, слово KMS. Просто, если мы просто все удалим и сохранимся, они вернутся назад. Это поле оставлять пустым нельзя. Поэтому мы по-английски пишем KMS. Тем самым, система не будет резать наш код плеера YouTube ролика. Вот, вы должны это знать, а иначе это будет проблемой. Сохранить, закрыть. Ну, а теперь мы можем заняться вкладками. То есть выбираем здесь отключенные, то есть тоже в плагинах. Вот там, где пометка у плагина в начале DJ Catalog, это все плагины, относящиеся к нашему каталогу. Какие-то будем использовать, какие-то нет. Может быть, будем использовать даже все. Посмотрим. Нам нужен DJ Catalog 2, разрыв страницы. Вот этот плагин. Заходим внутрь. Включаем его. Настройок особо нет. Плагин включен в положение Yes, Да. И эффект вкладки, аккордеон. То есть вкладки, это так, как вы сейчас видели на демо. Аккордеон, ну, поиграйтесь. Мне не очень понравилось. Оставляю вкладки. Сохранить, закрыть. То есть после включения этого плагина у нас уже будет выглядеть... Вот смотрите, как выглядело. Вот 1, 1, 2, 2, да? Это описание. Смотрите, обновляю страницу. И вот оно. Видите, вкладочка появилась. То есть название. И на вкладке 2 другое. Ну, сейчас я покажу, как вам это наполнять все, да? Как это... Где это вообще находится? То есть рамочка помечается в дизайн нашего шаблона. И помещается это ниже атрибутов. Ну, такие вот вкладочки. Очень полезно и все красиво и четко. Так, давайте вкладку название, да? То есть мы с вами переходим в товар. Переходим в наш товар. То есть каждый товар отдельно наполняем. И вот на первой вкладке, да, вот второе поле. Вот здесь я сейчас все удалю. Смотрите, первое. Ну, я вставляю через этот редактор, чтобы я текст скопировал, да? Чтобы с левыми стилями с другого сайта не скопировать. А так можете напрямую вот в этот редактор вставлять текст, если вы текст сами напечатали. Вот смотрите, описание, да? Вот у нас курсор, видите, мигает в начале текста. Вот здесь вот есть такое, разрыв страницы, видите, кнопка. Нажимаем на нее. И заголовок страницы пишем. Например, это описание вкладка. Пишу описание. Так, и здесь продублирую описание. И на кнопку нажимаем вставить, разрыв страницы. Сохранимся. То есть сейчас учимся, как создавать такие вкладки. Вот вы видите, одна вкладка, описание. И вот оно, наше все описание. Да, то здесь у меня только, будьте внимательны, у нас продублировался текст один и тот же. Можно будет его просто убрать. То есть это вот здесь ниже, да? Описание. Но это не важно. Как добавляем мы вторую с вами вкладочку? Ну, давайте во вторую вкладку вставим, попробуем видео с YouTube. Переходим в YouTube. Находим соответствующий ролик или заливаем свой под наш товар, да? Здесь мы нажимаем с вами поделиться и вот здесь кнопочка, видите, вставить, вот как код. Вот она, iFrame код. Выделяем, копируем. Идем в админку нашего сайта. Смотрите, ставим курсор, чтобы мигал после описания. Нажимаем разрыв страницы, создаем новую вкладку. Она будет называться видео. Вставить. И ниже надо вставить код. Но мы заходим, вот кликаем вот по этой иконке исходный код. И ниже можем даже вот здесь между знаками P. Самое главное, чтобы вот это, нам надо понимать. Вот эта строчка, это и есть вкладка. То есть разрыв страницы. То есть ниже нее мы вставляем контент. То есть вот этот iFrame. Окей. Видим, если видео сразу встало вот здесь, вот в админке, мы ее видим. И даже отсюда можем проиграть. Это говорит о том, что система уже не режет наш код. То есть мы с вами включили, то есть убрали теги, чтобы система его не резала. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. Появляется вывод, вы видите, вкладка видео. Кликаем и замечательным образом встает обзорчик нам на сайт. Можно делать на весь экран. То есть все, все смотрится нормально. И так можете делать дальше. Создать третью вкладку и так далее. Но есть один недостаток у этих вкладок. То есть ролик не делается адаптивным. Вот он, видите, он вылазит за край. Не есть хорошо. Возможно, можно будет использовать плагин Ultimate Shortcode. И через него вставлять видеоролик с YouTube. Потому что там видеоролик адаптивный. Возможно, я сделаю такой урок. Если вы в комментариях об этом напишите. Если вам будет интересно. То есть на замену вот этого отображения. И вообще вместо этих вкладок можно сделать другие вкладки. Возможно. Если, конечно, здесь получится шорткод вывести. Именно в этом компоненте. В общем, напишите в комментариях, если эта тема будет интересна. По поводу Ultimate Shortcode. Чтобы у нас YouTube ролик на мобилке нормально смотрелся. Движемся дальше. Вот это местоположение. Тут ниже должна показываться карта, когда мы настроим. То есть в каким-то случаем это нужно. Показать путь до офиса или еще как-то. Вот если это не нужно. Тогда местоположение это слово. Надо отсюда убрать. Это у нас страница товара. В самый низ. Настройки карты. Карта у нас показать. Нажимаем скрыть. Сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. И слово местоположение скрывается. Дальше хотел бы сказать о вложении. То есть это какие-то файлы для скачивания. Возможно какая-то информация. То есть PDF документы и так далее. Любое. Или картинка. И здесь информация выводится. Видите. JPG. Размер. И просмотры. Соответственно если я кликаю на картинку. Она будет доступна зарегистрированным пользователям. То есть для скачивания. И на кнопке можно написать что хотите. Ну это уже возможно вы догадались. Это у нас товары. Зайдем в наш товар. И вложение. Здесь просто я загрузил с компьютера фотографию. Назвал его здесь картинка. Доступ. Паблиш. Выбран. Хотя показано что для зарегистрированных. И можете несколько загрузить файлов. Для данного товара. И вот здесь вот будут такие кнопочки. Вот это вот видите картинка написана. Это вот здесь вот. Можно написать. Скачать. Там. Документ. Скачать документ. Сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. Вот она. Скачать документ. Видите кнопочка. Теперь полезный момент. На нашем сайте демо. В самом низу. Под товаром. Да. Здесь есть похожие материалы. Как добавить на страницу товара похожие материалы. Чтобы вот так же отображались у нас. Это тоже товары по клику. По картинке. По заголовку. Или по кнопке. Мы переходим в следующий товар. Все очень просто. Вам нужно в самом товаре. Вот мы его открыли. Вот здесь вот есть справа. Колонка с настройками. Вот сам внизу. Похожие элементы. Кликаем на кнопочку. И из наших добавленных товаров. Мы выбираем. Ну например похожие товары. Вот четыре я выбрал. Нажимаю сохранить. Закрыть. И здесь еще раз сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. И здесь у нас выводится похожий товар. Соответственно как только мы здесь сайт бар добавим. Сбоку. Картинки. Вот здесь пробелы сбоку не будет. То есть наш область контента сузится. И будет доступна. Ну то есть этих пробелов не будет. Да. Еще когда сайт бар добавим. Еще посмотрим как повезет себя вот этот блок. Инфо белый. Который мы расширили. То есть не пострадает ли здесь у нас дизайн. Пока еще не знаю. Как добавим блок. Будем смотреть. Теперь вот эта иконочка. Видите. Вот здесь вот желтенькая. Вот желтенькая. Что это такое. Давайте посмотрим. В нашем товаре на первой вкладке. Редактировать. Да. Вот здесь вот есть кнопки популярный. Если выставим в положение. Да. Сохранимся. Вот смотрите. У этого товара. У него нет этой метки. Да. Она вот здесь появляется. Видите. Вот здесь вот желтый. То есть это. Мы можем сами отметить. Что это товар популярный. Если мы с вами перейдем в список Canon. То здесь тоже. Видите. Вот такая. Значетчик есть. Популярный элемент написан. Соответственно. Здесь тоже он помечается. И сразу вот вам показываю. Как подключить поле комментариев. Например. От Facebook. Вот она у меня уже подключена. То есть к каждому товару есть Facebook. Можно попробовать. Оставить какой-то комментарий. Добавить. Вот он появляется. Видите. Тест при обновлении страницы. Здесь как бы все есть. Как включается. Да. В настройках DJ Katalog 2. В глобальных настройках. Прокручиваем. Социальное расположение. Комментариев. Вот здесь вот Facebook. В положении да. И комментарии. Вот здесь вот. Видите. Есть несколько вариантов. То есть у вас будет нет стоять. Я выбрал просто Facebook. Ничего больше не настраивал. И комментарии отображаются на сайте. Можно выбрать от сервиса Discuss. От компонента DJ Components. То есть этот компонент надо устанавливать на Joomla. И компонент Comento. Платный компонент комментариев. Тоже устанавливается отдельно. И там куча настроек. Я оставил от Facebook. Соответственно Discuss тоже требует настроек. Это сервис ограниченно бесплатный. Надо его настроить полностью. Там все куча настроек. И потом вот здесь вот Discuss имя прописать. Если хотим использовать комментарии от Discuss. Еще остается у нас куча с вами настроек. Например социальные кнопки. Чтобы можно было для товаров. Вы заметили что нету кнопок социальных. Чтобы мы могли и люди могли. Поделиться тем или иным товаром в социальных сетях. Это уже неотъемлемая часть. Эти кнопки нужны. И обязательно продолжим их разглядывать в следующем уроке. И не только их. Еще очень много чего не затронуто. О многом о чем можно рассказать. Только лишь о материалах. А потом еще будут уроки дополнительные. Обязательно тут как бы много еще о чем есть поговорить и научить вас. Потому что есть сложные моменты для новичков. Не разберетесь сами. Обязательно всему научу. На этом урок я заканчиваю. И жду вас в следующем видео.